кто это папа лора где ты почему ты не согласился использовать логин который тебе сказали я папа если ты не будешь слушаться они будут меня мучить пожалуйста вытащи меня отсюда они обещают что выпустить меня если только ты будешь делать что говорят я знаю что ты очень любишь свою работу лора но не жаль от тебя просят чего такого уж кошмарного пап я не хочу я хочу написать роман город слушай внимательно я тебя вытащу поняла сохранить спокойствие делай все что тебе скажут у меня все под контролем и очень скоро увидимся мне пора балина да не надо пока ну подставлять чужого человека ну нет и не в моих этих но за гарри поговорить добро утро конрад что-то ты бредный как себя чувствуешь нормально надеюсь у тебя была возможность отдохнуть после вчерашней истории так вошел в курс дела сейчас сказал что собирается сделать какое-то важное объявление чувствует я всех не очень но что уже через пару минут сами все услышим кокс сейчас здесь чуть позже может сходить его допросить сначала поговорить с муру и коксу хорошо слушай конрад я последние дни что-то рисковат у нас особая ситуация наверное сам понимаешь конечно нам всем не сладко так мне пора давай давайте к сайта зона просим ура и так что так так сайт она здесь о добро утро нил привет сайта гэри говорит себе ищем рассказать есть все на доске но давай я еще вслух пробегусь во-первых и соролки и сведения джеймси мури его жене во вторых я достал выписку по счету может увидеть что-то полезное пока что-то все назад на форма должен прибавиться и в третьих я знаком с фотографии товарища которого стрелял я про альберта кокса угадай что он совиант и вырос на дрове на неожиданно я думал что он помогает с водителем кто его знает может и помогает и еще одна интересная деталь 21 сменил фамилию черт мы наступление шефа базы пошли я по пути расскажу стоящими кокса альберт болтон его родители жали крупная компания болтон security компания сейчас запасность советам советской колонии на дрове и смысле сектор 2 который сорок разорвался назад до после этой истории бостон секьюрити искали по судам и в итоге компания обанкротилась кокс как только получил образование сменил фамилию приехал на хару примерно тогда же получил какой-то грант и снова собственное охранное агентство спасибо сайда как всегда великолепная работа да ладно просто я умею искать информацию в сети слушай просто не могу не спросить у тебя все нормально а то выглядит как-то так себе да так не воспользоваться ним просто не бойся вижу все в сборе тогда начнем большое спасибо всем собравшимся как многие из вас знают я просто жил бюро 28 лет все эти годы всеми силами защищал главные ценности нашей планеты каждое принято мною решение было предиктовано принципе свободы воли толерантности равенства перед законом справедливости я всегда гордился на нашей приверженностью демократическим идеалам кхары я к сожалению порой путь справедливости бывает долгим нам приходится принимать нелегкие решения убийство джозефа бенни стал тяжелым ударом для наших отношений с дровей и поставил под угрозу хрупкий мир пока еще царящий солнечной системе задача по обеспечению безопасности бенни доверили подразделение в борьбе с терроризмом мою ответственность свете произошедшим из-за генпрокурором сочи необходимым принять следующее решение я покидаю свой пост выражаю надежду что дровянские сепаратисты увидят в моем увольнении знак искреннего раскаяния и желание всей нашей планеты зладить вину перед дробей мне нравилось с вами работать и я желаю каждому из вас самого лучшего надеюсь каждый из вас найдется способ изменить мир к лучшему сегодня буду на рабочем месте чтобы вы могли обсудить любые возникшие вас вопросы или нишенные проблемы имя его преемника или преемницы в скором времени объявил генеральный прокурор завтрашнего дня и до официального назначения преемником обязанности будет время исполнять агент лонг всем спасибо до свидания пипец так надо шефом поговорить давайте к шефу сходим поговорим с ним сначала потом поговорим с гэри так шеф нас что такое наверх не можем подняться мне я подняться почему-то странно привет конрад надо чем могу помочь я решил прощаться спасибо на совместную работу спасибо контр ценю тоже сказать что ваше решение меня удивило вы сделали для защиты бы не абсолютно всевозможное ладно тебе клонат мы с тобой обознаем что это не важно после такого нужно громкие увольнения шеф я вчера слышал ваш разговор зачем ты мне это говоришь мне показалось что вопрос не убийстве бэнни надеюсь ты понимаешь что может быть отстранен от должности за последствия послушивания у меня даже сложилось впечатление что вы в чем-то подозреваете генпрокурора поэтому она решила из вас избавиться эти вопросы решает на моем не на твоем уровне а то дело то что скажет начальство понятно шеф мы арестовали кокса судя по всему это было правильное решение но тогда мы этого не знали почему приказ поступил не от вас генпрокурор отказался объяснять почему хочет его арестовать и отказался давать приказ то есть вы тоже не знаете нет видим формат закрыта примерно как содержимое того модуля понятно мне еще вещи собирать надеюсь тебя ждет долгая успешная карьера бюро спасибо у тебя же есть контакты у тебя же контакты не менялись нет много лет одни и те же вот хорошо что-то меня смущает во всей этой фигне как-то неладно здесь все выглядит где гарри у нас что он за это челик это просить мы сможем попасть интересно сейчас не не можем но скажи что гарри сделал преемником но я не где он гарри 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 ты где дружище говорит с гарри где он спрятался обычно внизу что стоит да такого я не ожидал я просто не верю что я буду ее шефа никогда бы не подумал что выберут меня надо же не сказать думаю ближайшие дни меня ждут сплошные переработки разве не странно что генпрокурор решила его уволить на самом деле он ей никогда не нравился может она давно ждала подходящего случая и после убийства Бенни кого то просто должны были уволить хотя бы для публики наверное но шефы просто вростовым руководителем могли бы и кого нибудь другого уволить поверь я тоже не в восторге но сейчас надо соточиться на освободителях не хотелось бы начинать на новую должность среди серии терактов надо еще раз разобрать все что мы успели выяснить так коллеги предлагаю привести предательные итоги думаю вы не меньше мы его удивлены неожиданным ходом нашего шефа а сейчас он сосредоточится на освободителях и их дальнейших планах давайте еще раз пройдем по плану во всему что знаем вчера ночью министр иностранных дел Бенни застрелил человек который представляется Бойтом а тем Бойтом не встречает женщине по имени Зоро что судя по всему не входило в их начальные планы Бойт уговорил Зоро дать ему моду с украденными за текетченными данными на следующее утро будет отправиться на встречу еще с не человеком который он должен был передать украденные данные это был Абрахам Гонсалес директор адельянской компании Энерги мы нашли в фон Гонсалес удаленное сообщение которое оказывает что кто-то нанял его брать модуль и переслать куда-то его с режима как только он окажется за пределами гхарской сети эти факты наводят на мысль что перемещение украденных данных по сети можно отследить таким образом контролируют только государственные тайны Гхары заказчики остаются неизвестными но Гонсалес сообщение пришло за пошифрованного канала в сети Меркурий это значит что его отправили кто-то из руководства крупной компании за инвестированные на фондовые биржи что за данные хранятся на модуль нам неизвестно поскольку доступ к ним нам еще не дали вчера утром террористы антисавианты которые называются водителями запустили публичную трансляцию видеороликов которые взяли на себя ответственных за убийство Бенни а также сообщили что запланировали еще один теракт через 48 часов трансляцию запустили из офиса маркетспот компании которая принадлежит все рекламные экраны в городе в момент запуска видео на посту находился охранник и в основании предполагать что трансляцию запустил другой а тот же сотрудник компании Джеймс Мур жена Мура сообщила что он уехал в отпуск в парк отель в Манаме однако в отель он не заезжал Мура объявил планетарный розыск но пока без результатов далее при попытке сдержания директора кокс секьюрити Альберт Кокс актрилогонь нападал с агентом Конрадом почему вы решили оставать Кокса? это был приказ уник прокурора Конрад убедил Кокса сдаться мы сдержали Кокса и привезли его на допрос для нашей прибытии Кокс был занят уничтожением жестких дисков а дело Т уже занялся вставлением данных можно ли считать что за деятельностью освободителей стоит Кокс? безусловно Кокс как-то замешан в их преступлениях на него недоступа к стене Меркурий это вынуждает нас сделать вывод что Кокс не последний уровень в этой пирамиде кроме того это неожиданно Кокс сам савьянт он вырос на дроби на данный момент нашим приоритетом является предотвращение будущих терактов колору и прошу тебя включить в поиски Джеймса Мора он тебя жил в гостинице кабинет Кокса займись и скажи если найдешь что-то полезное сайта продолжать собирать сведения нашим призываемым Конрад тебе я прошу поиски возможных причин по которым Мур решил поддержать освободителей мотив Мура пройдись по всем свидетельствам и посмотри собранные сайты средние на доске да я поговорю с Коксом он в подвале в помещении для допросов 10 наш снайпер тоже здесь пережили повторный допрос попробую еще раз с ним поговорить может получить что-то вытянуть что-то было про юг так что-то ждать так сразу ко мне там что у нас по разговорам давайте сейчас Гэри Шеф 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 Лора Кэтрин Зора так сказать что нам сказать надо луна встает на юге так сказать и вот у у у у у у у Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! У нас пока бланки тут, потому что мы не можем... Мы, помните, смотрели, когда в квартиру ходили? Добро пожаловать в Казахстан! Так, ну мы пока более-менее с вами это... Инфой владеем, давайте спустимся к этому... Солнце встает, что там у нас было? Забор, заговор, пять минут... Так... Она встает на юге... Какая встреча? Так отмалчивайся, значит... На наши последние встречи обстоятельства успели сильно измениться... Я отключил камеру, чтобы мы могли поговорить свободно... Твои друзья, которые моя дочь, пытаются меня шантажировать... Вчера ко мне домой приходил Изора... Но сильной радуйся, ее интересуют деньги, а не твоя свобода... Ну-ка, помоги мне спасти дочь... Ей четырнадцать лет, она хочет стать писательницей... Неужели себе искренне плевать, ждет ли она жизнь? Так-то в глобальном плане это мало что меняет... Тогда при следующей встрече я задалю Изору... Это тоже мало что меняет... Что я потом должен сделать? Мне отсюда не выйти... На кого вы Зоро работаете? Мы оба знаем, что... Ничего конкретного я тебе не сообщу... Мы наебники, это все что я готов сказать... Где держат Лору? Не знаю, у нас сетипаций в городе и по всесолнечной системе... Я... все даже не знаю... По всей? Не ожидал, что у вас такая масштабная организация... Ну не какие-нибудь бандиты, мы профи... Хотел, чтобы я тебе помог, вот тебе мой совет... Делай, что скажут... Если я сделаю и вернут... Мы слова обычно держим, что... А тебя хотят... Заказчики убийства Бенни отказываются платить... Потому что мы сорвали передачу данных... От меня требуют, что я помог достать данные... Понятно... Но я тебе особо чем помочь не могу... Удачи вам с дочкой... Да ладно, пускай... Передадим... В толстях, с которым я встречался на джуре спаза... Он говорит, что... Получил задание от кого-то из... Таланеев индустрии... Это Депра Гонзалеса, которому ты принес модуль... Наверное, если это настоящая фамилия... Может как-то пригодится... Спасибо... А можешь передать заявление, что... Солнце спит... Солнце спит... На севере... Передам... Хорошо, передам... Удачи вам с дочкой... Так... Тут мы с вами... Добрый вечер, Костин Кокс... У меня к вам несколько вопросов... Камеги от адвоката... Вы открыли... Панам с напарником огонь... Почему? Думаю, вы и без меня понимаете... Что первое впечатление... Вы нас производили... Самое лучшее... Ваше поведение... Так что факт, что ваша компания... Причастна к трансляции вчерашнего видео... Наводит нас на мысль, что вы имеете... Нектое отношение к освободителям... Как мне известно... В жаспиографии... Вы... Савиант... Выросли на... Здоровье... Достаточно странно, что вы решили... Приезжать в Савиантскую... Террористическую организацию... Раз пять назад вы переехали... К Хару... К Уточине... Каждый час приход сделать... Что-то, чего не хочется... Вам здесь не нравится? Нет... Почему? Почему бы вам не задать этот вопрос... Самому себе или другим хардцам? Древянцам... Вы считаете своими врагами Савиантов... Сталыми фанатиками... Если есть выбор... Кого нанять... Харца или Древянца... Возьмите Харца... К нам обращаются только Древянцы... Почему вы вернулись? Вы не вернулись... Потому что моим встречникам... Очень удобно иметь здесь... На каре надежного партнера... Мы сопровождаем для них грузы... Представляем личную охрану... И так далее... У ваших родителей тоже была охрана агентства... Верно? Они защищали безопасность... В секторе 2... Как видно... С задачей они справились... Поскольку к сектору 2 была уничтожена серия взрывов... Да что узнать о моих родителях... Все, хватит... Я больше ничего не скажу... Вон до приезда адвокатов... Но мы ему показали... Что мы вообще про него все знаем... Так что у нас там? А, Травитбанк... Какой бланк? Мне кажется болезнь жены... Так, давайте отправимся... В Гэри... Так, уберем мышку... Так, у нас наверху Гэри... Конрад, я посмотрел твой бланк по Муру... Да, мотив вроде бы вырисовывается... Предлагаю тебе еще раз пообщаться с его женой... Вчера у меня возникло впечатление, что она ничего не знает... Может, если намекнуть на мотив... Он на что-нибудь вспомнит? Перенится? До встречи! Все, отправляемся опять тогда... К супруге... Ну да... Раз у нее там эти таблитосики... И она работала... Скорее всего, по видимости, ее тоже... Траванули... Отправимся, давайте... Отправимся, давайте... Отправимся, давайте... Отправимся... 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 Траван... А... Как. Отправимся...